всем привет комментариях меня попросили смогу ли я показать вам механику остановки персонажа скажем чтобы у него отбирали управление это принципе не сложно я могу показать вот покажем на этих двух персонажах да ну как будто бы вот этот персонаж у нас идет по сюжету мы должны к нему подойти и там должна заиграть к сцена например это не обязательно но можно любом месте даже давайте так сделаем вот бокс триггер устанавливаем да чуть быстренько расправим его делаем будем как пересечение с бокс триггером персонаж будет понимать и останавливаться и движение никуда не будет происходить ни поворот камера ничего смотрите теперь можем конечно прописать это в бокс триггере все для этого нам надо зайти нажать на бокс триггер зайти сам blueprint отсюда нажимаем просит нас сохранить blueprint бокс триггера выбираем соответственно место до нажимаем select теперь выбираем нашу коллизию заходим event graph проходим ниже компонент begin overlap это пересечение как раз таки с коллизией который мы вот уменьшили да до определенного размера далее мы здесь должны сверить то что это наш персонаж и так далее equal то есть равно равно прописываем так дальше мы пишем get player character то есть мы проверяем персонаж ли это или нет здесь индекс вы прописываете если у вас там несколько персонажей допустим и вы играете под индексом 0 или еще что-то можно делать каст на персонажа но в данном случае это прям универсальная это так скажем часть она на несколько персонажей можете работать далее мы ставим branch то есть мы проверяем если да давайте print string напишем так напишем да здесь сделаем копию здесь напишем нет сразу быстренько проверим так да у нас все появилось отлично это служба может помочь да но если вы хотите допустим запустить секвенс это какой-нибудь не знаю которые камеры как-то допустим стоит персонажи общаются такая ситуация такая ситуация не сработает на бокс в триггере она не хочет работать для этого нам надо прописывать вот всю ту же самую структуру по сути давайте это скопируем получается наш level blueprint открываем open level blueprint теперь выделяем наш триггер далее заходим в обу бру-принт и теперь create reference create reference как вы видели по моим прошлым видосиком не всегда срабатывает так что бывает перезагружать приходится сам движок нажимаем да все отлично а нам кстати не нужно здесь но как минимум нам в любом случае надо выбрать триггер бокс теперь нам надо зайти это event у триггер коллижен и бегин оверлап все давайте вставляем то что мы скопируем ли там подключаем все то же самое далее мы получается когда заходим в коллизию данного триггер бокса чтобы нам ограничить персонажа достаточно лишь одной ноды это получается disable input то есть запретить так скажем вот здесь нам нужен get player controller get player character и get player controller для того чтобы мы образно отменили и это и это сейчас давайте проверим запускаем пробежимся все я двигаться не могу если вы слышите нажатие клавиш вот пожалуйста для того чтобы ограничить его на некоторое время потому что он заблокировался все мы только выходом из игры можем освободить движение нам нужно либо на какое-то время давайте выставим где-то 3 секунды и далее мы должны включить отсюда также вытаскиваем enable input также подключаем контроллер и подсоединяемся то есть мы останавливаем персонажа на 3 секунды и соответственно потом включаем движение то есть точнее не движение а управление давайте проверим я не могу вот сейчас я смог все 3 секунды прошло и нас нас освободило то есть она каждый раз при пересечении игрока работает вот из левого блупринта вы кстати можете запускать синематики секвенсы и так далее давайте допустим так катсцен напишем 01 да потому что их там у нас много может быть так давайте быстренько создадим что-нибудь во первых мы создадим камеру окей давайте вот так где-то поставим примерно я создали камеру немножко вот так вот наверное будет фиксируем то есть пронесемся какое-то расстояние по времени давайте выставим вот так так я нас тут персонажа будет примерно вот так вот трансформацию мы сохранили то есть камера у нас вот так полетит чуть поправили так не 165 давайте выставим 60 хотя это все настраивается по секундам да то есть если у вас допустим катсцена там определенное время вы должны выставлять рассчитывать вот это время все далее здесь мы можем допустим поставить event track да на триггер то есть данном случае это такая же штука но смотрите в бокс триггер у нас запускает секвенс секвенс может уже создавать в нем можно создать какие-то действия да давайте зафиксируем нажмем сохранили да вот видите тут . появилась нажимаем на точкой правой клавиши properties здесь делаем он bound create new endpoint мы создали event вот секвенс event 0 называется давайте откроем его мы можем взять то же самое скопировать допустим и поставить то есть не в логике вот здесь прописывать а на самом секунде давайте чуть-чуть подправим это мы отсюда удаляем здесь давайте это как говорится еще один урок по по синематикам так great у нас там great great я уже даже забыл наименование level sequencer player вот он выбираем наш катсцен 01 далее прописываем промоутовый рейбл записываем так скажем переменную с которым мы будем управлять давайте напишем катсцен 01 так и далее мы по сути вот катсцен 01 берем наш переменную пишем play и запускаем ее здесь то есть при пересечении триггер бокса у нас запустится наш cinematic и в котором синематики мы пропишем допустим нашу остановку персонажа и давайте так где у нас запутался и вот в конце мы пропишем еще один event нажмем плюсик также правой клавишей properties он баунт great new and point открываем иной был импут ставим контроллер записываем далее копили сохраняем по сути это все должно работать давайте проверим да у нас секенсер гораздо дольше чем разрешение подождите кстати а нет я сейчас не могу двигаться все у нас камера просто застывает на этом месте чуть больше так все отлично во время пролета камеры я не могу двигаться но вот так друзья здесь все просто да то есть ничего такого сложного здесь вы также можете добавлять допустим на самом персонаже да это анимации и еще что-нибудь давайте выберем где у нас подперся челик ты это вот наш главный персонаж хотя не отдавать лучше на вот этом выберем как называется подперсон айдов кстати это я просто анимацию поставил не знаю изменит он или не изменит ее как актер ты секенсеров и этот person айдов это мы удалим third person айдов давайте сделаем анимающим плюсик и джамп так вот она там появилась сейчас давайте передвинем и выставим чуть побольше вот сохраняем запускаем видите анимация проигралась то есть вы можете здесь разговоры движения повороты персонажей и так далее на этом все друзья думаю что я вам помог всем пока а